Хо-хо-хо-хо! Да! Я должен как-то управлять? Я могу управлять? Ой! Сим Хай! С вами Юджин и сегодня мы снова играем в Stray за нашего маленького пушистого дружка по имени... Кот, наверное. Я не знаю, как зовут его. Будем называть его Данте, потому что это имя моего кота. И он тоже такой, видите, полосатый, но это больше тигриной, у меня больше леопардовый кот, ибо он бенгал. Итак, у нас с вами какая-то миссия. Би-12! Би-12! Как мы тебя должны вызвать? Я забыл. А, вниз. Мы нашли записные книжки четырех аутсайдеров и записку о том, как починить приемопередатчик. Надо отвезти его Момо, отнести Момо. Все, идемте к Момо. По-моему, вот сюда. К Момо это сюда, да. Неунывай, мой друг, сейчас будет тебе важное открытие. Ты починишь свой приемник. Ну-ка, на. Привет, маленький кот. Все, еще ищешь эти бесполезные записные книжки? О, бесполезные. Нифига они и не бесполезные. Они... Какую мне дать-то ему конкретно? Пусть будет... Давай вот эту. Это записная книжка с Бальтазара, верно? Я редко понимал, о чем он говорит, но он был очень мудрым. Это не то. Тут должна быть другая книжка, которая ему что-то даст. Клементина? О, ты нашел записи, которые оставила Клементина? Она была очень храброй, знаешь ли. Самым бесстрашным роботом, которого я когда-либо встречал. Момо? Это моя записная книжка. Да, извините, это ему точно никак не поможет. Док. Погоди, ты действительно нашел все записные книжки моих друзей? О, что говорится в этой записке? Прием и передатчик можно починить. Это невероятно. Это значит, что у нас будет сейчас связь за пределами трущоб. Клементина с Бальтазар. Док. Мне жаль, что я в вас сомневался. Обещаю вам, я найду способ выбраться на поверхность. Спасибо. Возможно, мы сможем найти для тебя путь наверх. Теперь давай починим этот кусок хлама под названием прием и передатчик. Давай, чини. Есть! Я не понял, что я ему дал. Какой-то предмет из... Какой-то из записных книжек снова просто ему показал. И он начал в итоге изливаться радостью. Вуаля! Работает. Пойдем со мной. Смотрите, какой он радужный стал. Или он всегда таким был. Я не знаю. Я не особо обращал внимания. Так, что это? Окно? Там наверху видишь, что здание возвышающееся над остальными. Если установишь прием и передатчик на самом верху той башни, мы сможем общаться со всем городом. Возможно, мои друзья все еще там. Если выход есть, они об этом узнают. Окей, у нас есть прием и передатчик. Ты единственный, кто достаточно мал и быстро, чтобы вернуться от дзурков. Ты нужен нам, маленький аутсайдер. Помоги нам увидеть небо. Это точно не небо. Я правильно тогда догадался. Неужели кот понимает всю концепцию радиопередатчика? Я ее мало понимаю. А как там кот может это понять? Даже при том, что ему переводят все. О, смотрите, мы можем по кругу смотреть. Как клево. А куда нас направили? Я же не видел. Я же не видел то здание. Вот это крыши. Понимаете, что мы уже даже не в этой части города. Мы были вон там. А теперь мы здесь. И здесь будут дзурки. Я уже их вижу. Вон они. А, блин. Мелкните, чтобы привлечь внимание врагов. А надо оно мне? Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Осторожней. Осторожней. Сюда. Все. Зурки не такие ползучие цепки, как я. У них даже интеллекта толком нет. Они просто бегут и жрут. Все, что видят и слышат. О, боже мой, как я испугался. Мяу-мяу-мяу. А почему тебе за урки не бегут? Идиоты, потому что... А! Черт-черт-черт-черт-черт-черт-черт-черт-черт. Надеюсь, у меня 9 жизней. Если я вдруг сдохну. Ну, пока что все нормально. Не переживай, котик. Прыгай выше. Будь настойчивее. Нам, я так понимаю, надо как-то... Нет, стоп. Запомнить. Что ты скажешь? Город полон неоновых огней. Так было не всегда. Раньше существовали строгие ограничения на потребление энергии. Особенно в трущобах. Но люди не могли смириться с постоянной темнотой. Однажды кто-то включил радужные лампы. Неоновые вывески по всему дому. Этого человека схватили и больше его никто не видел. Но это вернуло людям надежду. Вскоре все начали зажигать огни в своих домах. Угнетатели ничего не могли с этим поделать. Так люди снова могли увидеть цвета, как в аутсайде. Я думаю, это помогло. Слушайте, это музыка, не могу. Она такая клевая. Но мы сюда не должны были идти, да? Судя по всему. Нам нужно вот на эту балку встать. Да. О, во-во-во-во. Аккуратней. Где-то здесь нас ждет очередная опора. Или это не здесь. Или это, возможно, вот тут. Вот, да. Вот для этого нужно было запрыгнуть на тот козырек, чтобы оттолкнуть еще разок. Итак. Бочка. Ее нужно вот сюда. О, Данта пришел опять. Ставьте лайк срочно, чтобы увидеть кусочек Данта. Аккуратней. Как это, знаете, satisfying. Я satisfaction получаю, когда прыгаю. При том, что я знаю, что я не могу упасть. Но это-то, именно это решение, как мне кажется, и передает игроку вот это ощущение легкости и ловкости, которое присуще коту. Ведь коты же очень ловкие. Да, бывают неуклюжие. Да, вот, например, видите, им пофигу, куда они прыгают. Что они там раздербанили. О, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Взломать дверь. Давай, Би-12. Хотя, это будет очень плохо. А, нет, смотрите. Это нужно. Мы их запустили всех сюда. Теперь мы можем... Мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. За мной. А как? Черт! Черт-черт-черт-черт. Погодите. Осторожнее. А-а-а! Ломай! Отлично! О-о-о, нет! Часть сюда все-таки забежала. Придется как-то с этим быть. Мы можем еще раз сломать дверь? Да. Значит, мы сделаем вот так. Блин, это хрень мы сделали. Полную хрень мы полную сделали. Беги, пушистый. А-а-а! Нет! Нет-нет-нет-нет-нет! Стой! О-о, боже мой. Мы на грани. Черт, тебя зери. Би-12! Ты можешь автономно действовать или нет? Так, хорошо. Немножечко покоцает. Но это не страшно. Да блин! Давай! Да чтоб тебя... Все потухну! Хорошо, надо будет сейчас еще раз открыть. Зря я это затеял. Очень зря. Забегай внутрь. Спасибо, блин! Он просто отшвырнул у меня. Еще раз. Бегаем по кругу. Мы шустрые. Мы проворные. И очень живучие. Ага! Изолировал всех. Тупые зурки. Все-таки не зря я это сделал. Да, это было рискованно, но при этом я убрал всю угрозу. И мне больше никто не мешает. Почему-то мне кажется, что они должны были с первого раза все там изолироваться, что это как бы должен был быть триггер определенный в игре, но возможно и нет. Даже хорошо, что нет, поскольку не должно быть все легко. Может быть, кот и хорошо прыгает, безошибочно, но при этом он не разбирается в хитростях изоляции врагов, диверсии и во всех этих тактических приемах. Но он научится. Это супер, кот будет. Да! Мяу! Громко скажи, мяу! Молодец! Надо что-то подвинуть, наверное. Мы можем сюда запрыгнуть. Ага! Доска. Блин! Ну вот о чем я и говорил. Неуклюжесть присуща нам. Хозяева очень похожи со своими питомцами. Я помню, кстати, Данте водил к ветеринару и просто угорал там сидел, потому что люди, которые привозили своих собак, кошек, были просто очень похожи один в один друг с другом. Мы в опасной зоне. Настолько опасно, что я даже не ожидал. Тут все поросло. Очень плехо. Запрыгивай. Вот они все. Давайте их призовем. Мяу-мяу-мяу! Что? Они не реагируют? Давайте сразу поймем, когда нам нужно бежать. Скорее всего, к лампе. Зовем. Хорошо. О-о-о-о-о-о. Какая жесть! Чер-черт, 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 черт, черт, черт. Все, 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 все. Все, 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 все. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Тихо! Есть! А! А! А, блин, о гране. Мне не нравится здесь быть Я слишком милый и пушистый, чтобы быть здесь Осторожней Погодите Так это же то, что нужно сделать Нам нужно их всех скинуть Черт, не скидываются Да, надо, чтобы они все прыгнули на меня Прыгайте, прыгайте, прыгайте Прыгайте Какого дела? Почему? Ладно, пока их здесь нету Нам нужно вот на эту балку, я понял, как это сделать Давай, давай, сюда Сюда Слушай, они не такие глупые, как я думал Ну ладно Нам вот сюда нужно Давай Вот, все Опасность миновала, кажется Нет, здесь полно спор Такое, знаете, отсылка на ласта вас, как будто бы Ну не то, чтобы отсылка Нет, я не думаю, что это отсылка Скорее, заимствование Или бы случайное сходство Опа, нам нужно будет их впустить Я не думаю, что мне сейчас нужно это делать А мне нужно это сделать, потому что мне нужна та бочка Псс Псс Ладно Ладно Взламывай дверь А я пошел в обход Все хорошо? Не паникуем Они будут долго обходить Так что у меня есть немножко времени Чтобы все быстро провернуть Давай, 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 давай Выкатывай 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 На бочку Напал Блин Почему нет? Почему нет? Однако Зурки застряли там Это даже хорошо Почему-то нет А, стоп Да Окей Фух Сложно было бы играть без подсказок То есть ты не всегда понимаешь Куда направлен твой курсор Хорошо Четенько Четенький котенько Мяу Слушайте, эти Эти главы очень увлекательные Здесь нужно реально от врагов защищаться Бегать Хорошо Опа Надо выживать Хорошо А, нет, они тоже перепрыгнули Ладно, но часть упала Это хорошо Значит, нам нужно просто бегать по кругу И делать все то же самое Опа Свалили А, нет Давай В сторону Нет, они не такие глупые Боже мой, бедного Котика кусают Мы здесь Не мы здесь, а лифт здесь Как? Как мне его активировать? Запрыгнул Все О-о-о Окей Прыгаем Скорее Скорее В 12 все больше Ой, благо они не прыгают Прям вот сюда Да, посмотрите Они очень похожи на хедкрабов Объяснят, наверное Мне кажется, объяснят Должны объяснить Откуда они взялись Мяу Это комментарии его По поводу этой ситуации Это был матерный Мяу Если что Мне даже, наверное, нужно запикать его Почему не работает? Что-то мешает А это уже не работает Ладно Видимо, придется идти в обход Мы можем запрыгнуть Конечно же А, так Зурки О, они там Суетятся Смотрите Давай Как ни на них Как ни котик Молодец Использовать предмет Выберите предмет Прямо-передатчик, наверное Да Девушки отдыхают Очевидно Что-то случилось На поверхности земли Из-за чего Она стала необитаемой Непригодной для жизни После чего Все люди Смотри, какой вид Отсюда выглядит Очень красиво После чего Все люди Вынуждены были Спуститься вниз И строить там города И делать такое Фейковое небо Звездное Я вспомнил Город Он должен был Стать убежищем Те огни Похожи на звезды Но это всего лишь Фонари На герметичной крыше Закрывающей город Ну Да Люди построили Эту оболочку Чтобы защитить себя От аутсайда Но это им Дорого обошлось Отсюда выхода нет Аутсайд был Ужасным местом Совершенно бесплодным Непригодным для жизни И опасным Ладно, это не то, чтобы я такой Классный Умный Весь догадался Это очевидно было Все Просто Я мог и не говорить Эти комментарии Вот они тут Все за меня сказаны Но если ты пришел оттуда Значит там снова безопасно Я обещал не просто Пойти в аутсайд Я обещал Открыть город Я до сих пор не понимаю Почему одни воспоминания Возвращаются ко мне А другие нет Но теперь я уверен Что это мое предназначение Я должен открыть город Давай вернемся И найдем Момо Теперь, когда мы подключили Прием и передатчик Можно надеяться на помощь Еще одно воспоминание появилось Воспоминание Вот это у нас так не восстановилось Ну вот есть вот это Ага Где-то в гнезде Я думаю туда мы сейчас и направимся А вот для чего вот эти ведерки сделали Возможно что-то они Передавали друг другу Вряд ли это было сделано для котов Когда Данте летел сюда в Дубай Мы везли его Как груз Потому что нельзя было Он довольно-таки Такой большой котик И там нужно чтобы было 7 килограмм Не больше 7 килограмм Чтобы в салон можно было поместить Вот И мы везли его А Мы везли его В общем таким образом Как груз Я очень переживал за него Снять стресс Но я хочу представлять Что он вот так вот летел Смотрел на все На что там можно было смотреть Иллюминатора там не было скорее всего Смотрите это Мы здесь Это же дом Момо Да Аутсайдеры все А где Что произошло Момо Город имеет цилиндрическую форму Диаметром около 450 метров Над нами есть еще один уровень У города как будто есть потолок Если верить моим книгам За ним скрывается большое голубое небо Смотри записка Маленький аутсайдер Если ты это читаешь Значит ты еще жив Отлично Я отнес кое-какое оборудование в бар Чтобы воспользоваться их антенной Давай встретимся там Я заблокировал окно Но код чтобы его открыть Очень простой Это Примерно такие же пароли я себе ставлю Будь внимателен Код чувствителен к регистру Увидимся в баре Момо Должно быть это код От окна Возле входа вперед Да Используй Вот замок Для окна А код Мне кажется это была буква H А ошибка Неправильный ключ Ой прости Ладно Попробуем еще раз А потом было О или 0 Сейчас посмотрим Успешно Сработало Момо ждет нас в баре Окей Я усвоил это Так От Спрыгивай Мяу Зачем я мяукаю Я не понимаю Он это делает гораздо Милее чем я Смотрите У него аж две точки Что? Мяукать? Зачем это? А я типа что Его Отвлек? Или что? Какого? Вот что говорит робот На роботском Простите меня Ой Мы что-то Открыли себе? Ой Так у него под ногами Прошелся Прикольно Сэр Я опять Чищу крыльцо Своего магазина Хватит играть Прямо над моим магазином Неуклюж Ты негодяй Ой Не грусти Не грусти Сейчас я Сделаю весь Твой пол белым Ага Супер Спирит Это прачечная Кстати говоря Кот И стиральная машинка Ммм Есть ли что-то Крутящееся Я хочу посидеть И повертеть Головой Синхронно Нет Ни одной Крутящейся машинки Ах Разочарование Самое главное Чтоб здесь не было Пылесоса Побежали Нас ждет бар Мама Эй Маленький пушистик Иди сюда Мне удалось Поймать сигнал Мне кажется У него такой голос Больше Гнусам Но я не буду Каждый раз Зажимать себе нос Так что Простите Давай Что там Да Я иду Я иду Как он узнал Что я люблю Когда меня гладят Давай посмотрим Смогу ли я Заставить Эту штуку работать Ау Что это Глаз Глаза Какие-то Подвигивающие Почти получилось Прием Меня кто-то Кто-нибудь Слышит Прием Да Мы тебя слышим Мы из трущоб Мы пытаемся Отсюда выбраться И Погоди Это ты Изабальтазар Бома Пшш Я не могу поверить Я так рад Снушить твой голос Изабальтазар Ты где Остальные в порядке Да Мы в безопасности Мы нашли Путь наверх Пшш Он сам это делает Пшш Мы нашли Пшш Эй мама Туннель Пшш Прием Ты все Ты все еще Меня слышишь Чтоб добраться До нас Тебе нужно Пройти Через канализацию Пш Очень опасно Пш Везде зурки Они там В аутсайде Канализацию Но как Прием Черт Сигнал пропал Чем ты сбьешь По столу Ты пугаешь Котика Не могу поверить Сбальтазар жив Ему и другим Аутсайдерам Удалось Подняться По канализации Канализация Самое опасное Место В трущобах Но если Сбальтазар Выжил То и у нас Получится Нас Мы вместе С ним Пойдем Вам не за что В жизни Не пробраться Через канализацию Там все Кишет Зурками Они быстро С вами расправятся Особенно С тобой Малыш Многие уже пытались Я на тебя ожидал От этого робота Когда он поставил Бутылку Стаканочный Я такой Что он такой Скажем Таким голосом Как мужик В баре Так и будем Озвучивать Многие Многие уже Пытались В прошлом Ничего хорошего Из этого Ничем хорошим Это не закончилось В любом случае Тебя я предупредил Твои дела Мне не касаются Но кто ты? Господи Мне так нравится Этот сеттинг Шеймос Его отец Дог Был великим ученым Он разрабатывал Какое-то новое оружие Для борьбы С зурками Мне нравится Что здесь История о роботах С комплексом Неполноценности Что они Не дотягивают До своих Предков Людей И они пытаются Подражать Как только могут Зачем мы ему Мыть кружку Вообще Несколько лет назад Он отправился Тестировать устройство И так и не вернулся С тех пор Шеймос Сам на себя Не похож Шеймос Не слушай его Он просто напуган Как и я раньше Если Дог Создал оружие Это наш пропуск К аутсайдерам В своей записной книжке Дог несколько раз Упоминал Секретную лабораторию Должно быть Именно там Он над этим работал В квартире Шеймоса Может быть подсказка За мной Идем Ну ты сказал За мной Но при этом Как-то вообще Не торопишься У нас же Счет на секунды Джейкоб Лучший работник Месяца Сентябрь 27 года Какого-то Икс-икс Икс-икс Это означает Римские цифры 10 Типа 10 10 Стоп Это получается 100 101 1027 Год Это здесь Это здесь Шеймос Открывай Ну же Твой отец Хотел бы нам помочь Ты его Ты это знаешь Хотел бы нам помочь Он как бы утверждает Что ж Этого следовало ждать Шеймос Очень переживает Из-за отца Он больше и слышать Не хочет Об аутсайдерах Мне он не поможет Но вот тебе Кажется У меня есть идея Да Я понял Мне нужно будет Проникнуть туда Ааа Вот оно как Вот Возьми записную книжку Дока И покажи ее Шеймосу Спасибо Она содержит Много информации Которая надеюсь Подействует Как электрошок Найди секретную Лабораторию Маленький аутсайдер Я пойду обратно В бар Чтобы попытаться Восстановить связь С остальными Окей Удачи Мне Ну тут Ничего опасного То не будет Зурков Нет никаких О Как он страшно Подергался Ты что здесь делаешь Я же говорил Пробираться Через канализацию Самоубийства Оставь меня Покое А Погоди Да Ему нужно Показать Записную Книжку Дока Что это Погоди Это Моего папы Я и не знал В нашей квартире Есть тайная Комната Но где Искать Ты конечно же Не будешь Да Это я Кот Который Здесь вообще Не шарит Ни в чем Должен ходить И искать Да Да Смотрите Да 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 Мы чисто кот Сели Смотрим Мяу 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 Ой Извините Есть А ты не знал Да Смотрите Оживился Так Я не знаю Пароль А ты знаешь Пароль Я раньше Не замечал Этот цифровой код Как я мог Это пропустить Понятия Не имею Какой здесь Пароль Но может быть Записной книжки Нет Нет Другая Картина Скорее всего Извините Вот это Вот он Время покажет Какой может быть Код Может быть Код Время покажет Как ввести Время покажет Цифрами Я не знаю Время покажет Часы Господи Смотрите Итак Скорее всего Дело в часах 2 5 1 1 2 5 1 1 2 5 1 1 Есть Какой я умный Кот Мурмур Мяу Мяу Идем Я первый Я решил головоломку Я первый Звуки Зурки Он изучал Первый раз Вижу эту комнату Не могу поверить Что ему удавалось Скрывать ее От меня все это время При том что мы живем В одной комнате Схема Должна быть Для его оружия Против зурков Папа всегда Скрывал Над чем он работает Он сказал Что в теории Оружие должно работать Но его Нужно испытать В реальных условиях Он ушел из поселка И так не вернулся Перевести Сенсация Робот Ньюс Внимание Контроль над зурками Потерян Теперь они Едят металл Нашел здесь что-нибудь Интересное Понятно Мы найдем что-то Очень важное Перевести Схема Дефлюксора Дефлюксора Или Дефлюксора Дефлюксор Концепция Световой пистолет Низкий приоритет Внешний вид Размер Мощность шума В децибелах Высокий приоритет Испытания В реальных условиях Цель Уничтожить 20 зурков В секунду Нифига себе Благородная цель Очень амбициозная Так Это непереводимая Таблица Я уже сказал Какая клевая Здесь музыка Потому что Она офигенная Я никогда Не задумался О таком Интересном Сочетании Знаете Животного Милого Киберпанка И такой музыки Как будто бы Но она легко Бы в портал встала Наблюдение Приятные Приятные звуки Но полное отсутствие Дружелюбия Старые бактерии Человеческих времен Поедают все виды Материалов Совершенное зрение В темноте Реагируют на интенсивный Свет Поедают все виды Материалов Но при этом Они же не жрут Асфальт Бетон Это что значит Что они слишком умные Чтобы понимать Что им не нужно Есть почву Под ногами Хорошо Что-то здесь должно быть Давайте будем смотреть Слышите звук Мяу Не работает Что это за звук Что? Фонарь Кстати Зачем здесь сделали фонарь Ведь у кота Есть Кошачье зрение Ночное Блин Ничего нету Секретная лаборатория У всех ученых Есть секретная лаборатория Оружие против зурков Должно быть Где-то здесь Как он Однако Хорошо Спрятал Это оружие Так странно Что я так долго Здесь хожу И при этом Не обратил внимание Вот на эту коробку Все же очевидно Ага 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 Взять сломанный трекер Так Мы что-то нашли Нашел что-нибудь Интересное Да Вот это Погоди Я это Раньше Это его трекер Папа Всегда использовал Трекер Чтобы увидеть Где я нахожусь Может мы сможем Перепрограммировать Трекер Чтобы понять Куда он шел Ушел Не могу поверить Что папа Все еще может быть жив Я так скучал По нему Себе нужно Оружие против зурков Верно Мой папа Точно взял его с собой Нужно только Починить трекер Чтобы его найти Кто-нибудь В трущобах тебе поможет Иди за мной Я открою тебе дверь Почему Почему он Не пытается Ничего сделать Это странно Это же его отец У него должна быть Мотивация Сделать все самому Спасибо за дверь Кто-то в трущобах Кто занимается Техникой Ну-ка перевести Миняльщик Прачечная Дизайнер Бабушка Программист Элиот Хорошо Программист Элиот Наверное сюда Это как минимум Он сможет разгадать Код от сейфа Который мы тогда находили Здесь программист Элиот Элиот Розе Значит Если сегодня Это вчерашнее завтра То завтра будет Вчерашним сегодня Так Время Странная штука Мы не стареем Как наши предки Из крови и плоти Мы застряли здесь Навсегда Печально Очень депрессивно Как можно так И распорядиться Бессмертием Особенно Если у тебя Есть опыт Твоих предков Которые Не имели Неограниченного Запаса времени Может быть В этом то и прикол Что Вечная жизнь Перестанет Нас двигать Вперед Погодите Мы сейчас Получим энергетик Отлично 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 Где же этот Программист Мы отсюда пришли Ну вот сдам А извиню Ведро забагало Ладно Я понял Да я испугался Воскреси дверь Все в порядке Ты можешь идти Хранитель сказал Что это были не зурки Кто-то сказал Там Но дверь закрыта На замок С этой стороны Вряд ли кто-то Ее откроет Здесь все Дохлое место Я так и не понял Где тот чувак Который программист А вот это Неактивируемая дверь Ну здесь бабка Программист Программист Элиот Здесь Может быть Может быть поговорить Так я очень люблю Вязать Уже связал Окей О Допотремся Об нее Программист Элиот Возможно Речь идет Об этом месте Нам нужно Как-то туда Пробраться Давайте Сходим К торговцу Потому что У него Был кабель И можно будет Его отнести Бабушке Сколько стоил кабель Ой нет 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 Стоп Ноты Прекрасно Работает Нет Одну банку Нет Потом Начало кабель Лучше на рынке Я обменяю его На мой еще Средство Суперспирит Мне нужно Средство Суперспирит Вот Суперспирит Для этого Мы открыли Это здание Чтобы Чтобы найти Суперспирит Себе Есть Так Хорошо Хорошо Мы потихонечку Делаем Что-то Открываем Продвигаемся А ты кто такой Ты всегда был здесь А я не был здесь Джаукси Только взгляни на все Эти замечательные вещи Которые падают Наш мусор Несметные сокровища Непременно Навести Миняльщика У него всегда Найдется что-то Для каждого Ну-ка Про это если Ох Этот трекер Выглядит довольно Плачевно Может быть бармен Знает как его Починить В бар Нужно пойти Все я понял Хорошо Сейчас Начало Миняло Итак Банку Я бы с удовольствием Сделал для тебя Пончо Но мне нужен кабель Забирай Благодарю Мой дорогой Я немедленно Приступаю к работе Восемь гребаных часов Спустя Получу новый предмет Пончо Держи малыш Она тебе отлично подойдет Такая музыка Сразу Как мне нравится Ага Сорри Сорри Не то Нажал Пончо Осмотреть Показать Б12 Выглядит Очень теплым Идеально Для замерзшего Робота Мне нужно Найти замерзшего Робота Теперь Но Это потом Я даже не знаю Где он Если честно Так А ты не замерзла Этот шарф Мне Связала бабушка Смотри какой красивый Она так хорошо вяжет А этот Пончо тебе Как Не А бабушка Узнаю ее стиль Знаешь она очень талантлива Мы отдали ей Нет Хорошо Пойдем спросим бармена Ты здесь новенький Чем я могу тебе помочь Какой красивый предмет И редкий К тому же Я знаю парня Который чинит подобные вещи Он очень талантлив Просто немного Ну Сам увидишь Его зовут Элиот Его офис находится Слева отсюда Рядом с магазином Которым заведует бабушка На двери повсюду Висят таблички Вот она как значит Вот она как значит Окей Слева отсюда Вот сюда Я так понимаю Это вот это Программист Элиот Стучите в дверь И ждите пока вам откроют А мы не зайдем Мы же кот Ладно Здоров Мне действительно нужно зайти Ну Ба Твою мать Я не смог с ним поговорить Посмотрите Просто захожу И все О ноты А это что? Перевести Нас запрограммировали Быть рабами Но уже Две тысячи Два Миллиарда Пятьсот Сорок четыре миллиона Восемьсот Семьдесят пять Тысяч Пятьсот пятьдесят шесть Дней У нас есть душа Надеюсь что когда нибудь Аутсайдеры найдут Выход из этого ада Мома А это Мома написал Познакомиться Тебе нужен Элиот? Он вон там Где? Ой простите Извините пожалуйста Аааа Ну там Он трясется Он замерз Как хорошо Что я сделал Пончо Да Чем могу помочь? Пончо Ааа Где ты это нашел? Выглядит просто Потрясающе Дай-ка примерю Вот не зря Что еще Вуаля Получим предмет Ну вот малыш Надеюсь ты найдешь Того Кого ищешь Удачи Погоди А ты не можешь Случайно Расшифровать Вот это Хочешь я прочитаю Этот двоичный код Секунду Мне нужно Откалибровать Мои линзы Готово Это означает Бардафер Странно Кто назначает Встречу С помощью Двоичного кода Смотрите Запомнить Это дерево Настоящее чудо Науки Удивительно Человеческая Изобретательность Нашла способ Создать растения Которые Процветают Без солнечного Света Органической жизни Нужны деревья Для очистки воздуха В городе Роботам Это не нужно Но они все равно За ним ухаживают Это именно то Чего хотели бы люди Окей Здесь мы выходим Где мы оказываемся А, прям возле бара Как удобно Кто-то назначил встречу Не с тобой Или друг мой Билли Ты чего-то хотел Это очень Так, это не то Как насчет Выпить? Нет, как насчет Кот Мне сказать Мы ведь нам Назначили Здесь Может быть Ты? Карл Это газета От роботов Живущих наверху На уровне 2 Ей уже несколько лет Хоть что-то Можно почитать Погоди Может быть Показать Б12 Написано Следуй за цифрами Но это выглядит Как двоичный код Так Блин Может быть Просто Код Где-то здесь Написан В цифрах Но я его пока не вижу Мы должны За ними следовать Ладно Возможно Это мы потом Погодите 101 Мы не можем Это прочитать Но здесь 101 Написано Красным Блин Очень много цифр Ладно Давайте поговорим С Момо Не получается Восстановить связь Нашел что-нибудь Интересное У Шеймуса Вууу Ты что спрашиваешь Это довольно-таки Продвинутая технология Это все? Стоп Цифры А там Картинка Есть 1-2-8-3 Отлично Это код от сейф 1 Стоп 1-2-8-3 Бегом А потом Обратно к Шеймусу 1-2-8-3 Давай же 1-2-8-3 Есть Ну а ты Восемь Сколько я их уже нашел Значит Ноты Раз Два Три Четыре Пять Шесть Шесть штук Еще две осталось найти Нифига Крут А при том Что я уже Дал Ох Спасибо За мелодию Буду практиковаться Думаешь Ты можешь найти еще? Петит Вас Валс Звучит круто Вот смотри Такая мордочка была Прям так близко Давайте еще раз да к шеймусу нужно идти здесь шеймус буду из-под стола с ним говорить и так забирай получилось ты его починил молодец давай сюда есть сигнал неужели папа действительно жив не могу в это поверить будем следовать трекера может быть так мы найдем папу но скорее всего мы найдем только оружие да или еще что то смотрите тут все как коты им вообще пофигу все сшибают ищу нотан для игры на гитаре чтобы поднять настроение если найдете принесите мне я живу а идем-идем-идем что ты ищешь неужели ты прям за углом лежала я помогу тебе искать растение от нека растут в темноте чтобы нас наслаждаться природой солнце не нужно поездить даже не был кстати говоря она мы потом познакомимся с вами а что получше сейчас что потом знать на всякий случай рико с тобой всегда происходят странные вещи приятель я боюсь уходить из поселка это слишком опасно кроме того только хранитель может открыть эту дверь ну вот действительно ушел из трущоб там опасно но я должен быть уверен мне нужно знать вперед мы вместе с ним пойдем или он меня одного пошлёта да да конечно же там все плохо на самом деле ему реально опасно идти потому что он просто дохнет он не такой проворный как я в этом их слабость он пошел кстати помним что где-то здесь мы можем увидеть воспоминания надо не просрать только посмотри на все эти яйца зурков они же нас сожрут нет я и не могу и такой быстрый как ты зурки меня точно догонят вот возьми тот значок папа его узнает он поймет что ты друг окей хорошо получено я открою тебе дверь спасибо я даже не виню на самом деле это просто суицид для него я помогу все будет хорошо на самом деле я пошел просто потому что мне открыли дверь давно я не выиграл в игру с таким дизайном таким детализированным так все продуманной и сочно а вот она нет это другое почему здесь что в этих вратах такого что и прям воспоминания а ну да даже выход наружу смотри какая огромная стена я помню этот был символ отделяющий жителей трущоб от жителями дауна это и тот факт что они продолжали бросать сюда свой мусор это ужасно может быть именно поэтому у них ничего не получилось тупик ладно просто бежим чёрт чёрт а нет все нормально 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 пробегаем под вот чётенько бежим бежим жмем эй чтобы постоянно прыгать хорошо 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 ой чувака бы точно убили куда куда я понял ой скорей 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 нужный код не в том месте может перевернуть мир да куда могу хорошо получилось нет надо крутануть сильнее кстати реально еще есть такой вайб халф лайфа да в этой игры немножечко о кофе да я должен как управлять я могу управлять ой мама есть о боже мой осторожный ты не ушибся а как же приземляться на лапы а ты в порядке ничего себе падение док должен быть где-то рядом осталось совсем немного чёрт мы не в порядке а вот эти звуки кто издает хорошо сейчас залижем о я думал знаете что сейчас мы будем хромать а эти зурки будет все больше и больше наступать на нас и нам нужно будет как-то вот эти последний момент куда-то убежать нет не сюда все очень опасно сейчас пока не совсем понимаю куда мне идти на я вижу провода может быть по ним бежать правда здесь какое-то устройство нужно какой-то предмет доставить я нет я не знаю это электрический генератор но похоже что чтобы он заработал требуется еще какая-то часть значит идем в другую сторону вот сюда ой самое пекло идем смотрите тут выстрел эту стену с шипами отверткой даже звуки клетки окей 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 ты кто эй погоди ты не зурк кто ты на тебе мой значок откуда на тебя тебя послал мой сын шеймус мой умный мальчик я здесь один уже целую вечность пришел сюда чтобы протестировать дефлюксор но все пошло не по плану как я хочу вернуться домой я очень скучаю по сыну если хочешь можешь осмотреть дом но я понятия не имею как выбраться из этого места как дефлюксор дай мне я всех уничтожу а поэт энергетик которого здесь нету запомнить 12 написано 12 12 я видел людей в таких костюмах они были маленькими постоянно бегали вокруг и шумели а да теперь я вспомнил это были дети с ними улицы казались гораздо более оживленными несмотря на трудности которые они приносили взрослые казалось их очень любили до говорит что скучает по шеймусу это то же самое да кстати я даже не задумался о том как это сын робот сын другого робота извини теперь все это будет капать на пол оставим метку на память оба эй осторожней с дефлюксором при полном заряде он взрывает зурков как конфетти для работы этой крошки требуется 1 и 21 гигаватт электричества единственный источник энергии способный воссоздать это генератор за домом как будто это рик очень похоже на рика проблема в том что они запускаются наверное перегорел предохранитель а учитывая что все вокруг кишит зурками выйти наружу чтобы его починить для меня слишком опасно только ты котик котик только ты можешь это сделать поверь мне котик я не могу это сделать сам ты должен и такой быстро как ты если берешь это генератор и и заменишь предохранитель я смогу перезарядить дефлюксор и не за мной покажу что делать видимо даже дефлюксора недостаточно чтобы уничтожить всех зурков я имею ввиду для него то есть он ему все равно нужно быть очень проворным вот держи предохранитель совершенно новый генератор включается громко так что жди зурков а он даже не может выйти потому что эта штука это не работает а там зурки он даже не добежит до генератора как только починишь генератор я смогу зарядить и запустить дефлюксор следуй за кабелем замени предохранитель возвращайся удачи окей и нужно будет сразу делать ноги и так предметик предметик вот он отлично но нам нужно очень быстро бежать обратно вон он давай оберегай меня тебя умоляю убей их убей их понятно все-все-все-все надо просто было прыгнуть да а нет 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 я не должен сдохнуть сейчас я слишком успешный котик ах фу ай-эй-эй-эй отлично отлично ты включил генератор видел какая мощная штука это дефлюксор он точно поможет нам выбраться отсюда погоди возможно я смогу установить дефлюксор на твой дрон сработало дефлюксор установлен на твоем модном дроне он не предназначен для работы такого маленького источника питания если использоваться слишком часто он может сломаться только помни это не игрушка а теперь пошли в поселок я возвращаюсь домой сын идем мне нужно его защищать теперь получается как он защитил меня стоп а как как использует его я не знаю пока еще не знаю я хотел убить этих тварей ну что ж и так объясни как этим пользоваться пожалуйста уничтожь всех зурков чтобы мы могли пройти лб чтобы использовать дефлюксор окей ухты отлично работает но как я и подозревал он может перегреться если это произойдет дай ему немного остыть надеюсь этого хватит чтобы добраться до поселка все я понял просто смелее идем поселок то в принципе то очень близко переключатель не работает похоже электричество отключено и что ты предлагаешь мы должны найти способ включить способ 1 бочка которая освобождает другую бочку которая свою очередь ведет меня а вон шахта это не шахта окошко нет шахты о боже мой ну чтож они здесь будут по-любому а блин включать есть в сторону какую блин сторону кнопка нужна вот эта кнопка о черт бедный док вставай 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 нет я сдерживаю сейчас сейчас он остынет у них прям задницы так вздуваются ты в порядке плохо пронесло пошли домой идем конечно чё там стоишь какая-то вот эта дверь да тебе это держно скорее всего как-то здесь туманно плохо видно давай док двигайся быстрее я не хочу здесь находиться папа это было громко окей живы кат-сцена я очень рад за них это так странно да вот смотря на смотря на них ты видишь это куски железа машина механизм и ты понимаешь что люди же тоже просто набор органов механизм и каким-то образом непонятно как это работает но один механизм находит в другом таком же механизме что-то важное для себя и любит его это это очень потрясающее явление как любовь значка даже не связано с какой-то там похотью да с желанием размножаться просто любовь не знаю спасибо что спас док и маленький друг приятно видеть что шеймос больше не одинок теперь мы знаем что можем дать отпор звукам мам маму ждет тебя у канализации док и шеймос выглядит счастливыми кажется мы с тобой сделали хорошее дело ну-ка поговорить шеймусом я ух а это не шеймос это рожь я ухожу за растениями люди их усовершенствовали теперь им требуется очень мало света я просто добавляю немного воды и смотрю как не растут поистине удивительная технология а вот канализация да нет да давайте моруску дадим немножечко нот еще я хочу все ему отдать пора выпустить пар думаю я могу это сыграть смотри он сказал что док и шеймос ждут нас здесь ты кто бензу мама ждет тебя на своей лодке ты можешь отправиться к нему но сделали ты здесь все что хотел а мы не вернем сюда потому что я закрою за тобой дверь не хочу чтобы зурки проникли внутрь а сделали я здесь все погодите вот энергетик во первых я не думаю что я сделал здесь все что я хотел это пакет давайте быстренько прошвырнемся тут смотрите он проскальзывает есть прикольно а теперь снова искать энергетики есть дверь в которую мы кстати не скреблись пожалуйста не веди себя как маленький ребенок я не причиню вреда в общем я побегал я так не нашел других энергетиков может быть я не слишком внимательно смотрел но я старался давайте отдадим все ноты нашему другу немного важной информации она была написана по известному алгоритму а кстати наши ребята стоят здесь они не ждут меня возле лодки как мне говорили привет тэдди как дела рози обили ты знаешь моего сына шеймуса благодаря ему я вернулся из этого проклятого места спасибо не за что да конечно я так счастлив что он вернулся кстати ты уже встречал это странное оранжевое существо гуляющий вокруг ты не мог его не встретить я здесь они вообще игнорируют меня ладно побежали нам нужно туда как только отдадим все ноты ну я должен это сделать как бы еще три осталось вечер вычислений хорошая песня только послушай мне кажется эта песня подошла бы под андертейл теперь следующую без названия в этой мелодии ровно 44 ноты очень странно это очень странная музыка что-то не так это что особенная комментарий будет какой то отдадим последнюю ноту которая у нас есть но ее вы услышите в самом конце видоса что ж нам пора как ты здесь оказался как ты здесь оказался тебя там не было ты был там точнее а тут тебя не было ладно знаете если мы еще где-то найдем энергетик это будет означать что мы вернемся в город но может быть нет интересно мы найдем другой город где будет также разные персонажи разные квесты внутри было бы классно не могу поверить док ты его нашел и запути а погоди это же это не док это мама ты его нашел и заполучил дефлюксор с болтазар теперь мы сможем отыскать и его вперед неужели мама будет нашим другом теперь до конца игры нашим проводником игра радует только больше и больше с каждым разом огромное всем спасибо друзья что смотрели мы продолжим с вами следующий раз ставьте лайк пишите в коментах и ставьте к сзади лайки чтобы увидеть данте целиком и полностью я знаю что вы хотите а вот пока что его задняя часть извини данте все ради лайков но в конце видоса вас ждет та самая таинственная песенка слушайте и наслаждайтесь всем пять и 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